добрый день зрители канала марина цветы очень часто живой букет можно заменить на комнатное растение а для меня кажется что такой подарок даже лучше чем срезанные цветы хочу обратить внимание на такое комнатное растение которое очень часто путают справа вы видите белое растение это спатифилум мы его называем женское счастье а вот с левой стороны красное растение которое называется у нас анториум и то и то растение относится к семейству ароидны выращивание практически одинаково но все-таки мы поговорим сегодня о прекрасном растение анториум который относится и по легенде считается что это растение мужское счастье и мне кажется что он еще называется потому что непривычная на ощупь и по форме соцветия напоминает ярко красный парусник на высокой ножке с центральным желтым цветоносом удивительное растение анториум переводится как цветок плюс хвост поэтому это тоже название получила благодаря своему внешнему виду зная историю цветка и увидев его впервые вы сразу же поймете почему его именуют женским счастьем хотя можно встретить интерпретации на манер мужского счастья считается что анториум обладает мужской энергетикой поэтому заводя его в доме мужчины подпитывается в энергетическом плане и становится намного активнее прежнего а женщины получают свое долгожданное счастье мужском обличье простыми словами анториум как растение отвечает за привлечение любви в дом но я думаю что очень хорошо иметь два растения белое растение спать и филом и вот такое красное растение это будет гармония вашем доме красный цвет также ассоциируется с деньгами достатком изобилием поэтому вполне можно провести параллель со счастьем и в семейным богатством и если семья становится больше и уже состоит из нескольких человек то возникает необходимость развиваться и приносить больше дохода в семью еще это значение анториум интерпретируется еще и со сферой активной действий и его надо дарить людям активным спортсменам бизнесменам которые не страдают от синдрома горячей головы начальника что касается подарка начальству то нужно еще подумать дарит ли анториум женщина иначе такой лесный ход может быть растолкован совершенно по-другому женщина которая делает карьеру может иметь мало времени на личную жизнь поэтому подарив анториум вы как бы можете намекнуть о том что пора бы уже и строить личное свое счастье и что именно в этой сфере ваша начальница не реализовала себя но в качестве подарка мужчинам анториум больше приемлем как бы это ни было странно ведь в таком случае вы выражаете почтение вашему начальнику как человеку деятельному активному мужественному и признаете закон о сего места и достижения в сфере бизнеса личной жизни поэтому именно такое значение цветка анториума вы должны учитывать если будете дарить кому-то близким родным или вот начальнику или начальнице но все-таки самое главное различие между анториум из потифилом это внешний вид потому что белое растение не имеет стебля анториум напротив имеет мощный толстый стебель из которого произрастают черешки листьев и цветоножки но анториум считается более капризное растение и его сложнее выращивать за таким растением нужен глаз да глаз ну как и комнатный цветок женское счастье анториум также из тропических лесов поэтому цветок очень требователь к свету влажности тепло ему необходимо постоянное пребывание на солнышке он даже имеет способность поворачивается цвете в сторону солнца температура помещения в котором он будет находиться должна быть однозначно не меньше 18 градусов зимой и 20 градусов летом чтобы обеспечить растению необходимый уровень влажности его надо обкладывать влажным хом также нельзя забывать и регулярном поливе летом зимой можно немножко умерить полив и надо почаще опрыскивать его листья протирать их влажной тряпочкой но полив и опрыскивание должно производиться не хлорированной водой если у вас вода из-под крана отстаивайте воду минимум 12 часов у анториума имеется сотни разновидности но в основном в доме выращивают вот такое красивое растение дорогие друзья я еще раз хочу обратить внимание на освещение потому что это может быть причина что растение хорошо растет но цвести не будет свет растению нужно рассеянный без прямых солнечных лучей в достаточном количестве а вот в такой зимний период конечно вы можете его поставить ближе к солнышку на окошко северные окна не подходят для этого растения лучшее расположение это западная и восточная сторона растение достаточно теплолюбивая поэтому в основном наши комнатные условия ему очень очень подходит но самое важное условие чтобы не было сквозняков это тоже будет очень важно и зимой надо постараться разместить растение подальше от батареи отопления иначе воздух будет сухой и это повредит внешнему виду растения листья обязательно протирайте время от времени очищайте от пыли устраивайте растению купания в ванны поливайте его смеет сверху и смело смывайте пыль но старайтесь чтобы вода не попадала именно на цветок после купания с листиком можно салфеткой капли воды стереть и особенно важно обеспечить растению повышенную влажность в летний период если температура у вас низкая в помещении вот зимний период то конечно растение мы поливаем реже для роста и цветения анториума и спатифилума мы делаем весеннюю пересадку или перевалку надо говорить растения добавляем свежей земли и пересадку производим каждый год до 5 летнего возраста а затем где-то раз в три года самое главное при пересадке просматривайте корни если есть больные поврежденные обрезайте срезайте обрабатывайте толченым углем на дно горшка всегда укладывайте дренажный материал вот если растение дает детки их надо смело отсаживать а вот небольшой горшок под стимулировать цветение анториума горшок чуть более широкие дает большее количество формирования деток но и может жировать земля обычно используется легкая хорошо дренированная хорошо должна пропускать воду и воздух чтобы не вызвать застой воды и корневую гнель должна быть питательная можно использовать специальные грунты для ароидных весной и летом обязательно подкармливайте растение один раз две недели удобрениями для ароидных растений а если вы уменьшаете концентрацию тогда мы поливаем методом бульона при каждом поливе об этом у меня есть в плейлисте метод бульон и для вас он будет интересный то есть минимальная подкормка при каждом поливе дает возможность хорошо растению развиваться и цвести периодически одновременно с поливом полезно проводить и вне корневые подкормки есть такие аэрозоли которые мы обрабатываем по листу в самом начале видео я вам рассказала в чем отличие спатифилума от этого растения и сейчас мы поговорим о размножении анториум очень хорошо размножает это делением крупных растений отделяем боковые побеги детки это самые простые способы эти процедуры проводим при пересадке деление производим острым ножом вместо среза припудрите толченым углем или обработайте фунгицидом и помещение уже поместив детку в отдельный горшок поливайте очень аккуратно при при увлажении они не переживутся можно также размножать укоренением кусочка степля с листком и воздушным корешком такой черенок дает корни очень очень быстро размножают и семенами но это очень сложная процедура омолаживаем растения когда отмирает нижние листья а сверху постепенно нарастают новые через некоторое время растение из-за этого теряет декоративность и требует омоложения для этого верхушку срезают оставляет желаемое количество между возле укореняет воде или во влажном вермикулите в конце видео дорогие друзья хочу снова обратить внимание на то что все сорта анториума ядовиты и при уходе необходимо соблюдать осторожность дорогие друзья цветок женского и мужского счастья не считается болезненным и нас это радует любые отклонения в его состоянии вызваны с некачественным уходом который вы всегда можете откорректировать наиболее распространено то что появляется на листьях пятна или точки темной окраски спровоцировать такие дефекты может прежде всего не подходящая температура воздуха она могла быть ниже и растение пострадало поэтому перенесите комнатное растение в более теплую комнату и сократите на какое-то время количество полива для того чтобы избежать появления вредителей спатифилу и анториум можно обрабатывать водой комнатной температуры и это будет способствовать препятствию образа наличие клещей но если вдруг появится такой вредитель используем макорицидные средства если увядает пожелтение засыхание листвы обратите внимание что это может быть связано с недостаточным количеством света при правильном освещенном месте вам удастся вернуть нормальное состояние растения поэтому при вредителях мы используем био инсектициды вы можете узнать в садовых центрах но обычно эти растения не страдают так часто и самая главная проблема и вопросы ваши это что происходит если растение не цветет происходит это всего лишь по двум причинам это неправильный уход или пересадка цветка была выполнена в горшок слишком большого размера до которого он еще не дорос растет корневая система и цветение еще не настанет поэтому мы должны с вами обратить внимание и на горшок которым он растет это чему удобряем в период когда уже растение цветает мы переходим на азотную удобрение а при начале формирования соцветий это должно быть калина фосфорное удобрение но купите универсальное для цветущих растений если растение выращенное семян то она зацветет только через четыре года обратите внимание на такие особенности выращивания такого удивительного растения и доказано что это цветок уже принес во множество домов счастья и любовь и благополучия поэтому вы можете убедиться в этом сами купить это растение и выращивая такие цветы вы получите удовольствие прежде всего от этого процесса насладитесь цветением антуриума на протяжении практически всего года и цветок счастья удивит вас восхитит вас и порадует вас спасибо что вы были со мной просматривайте плейлисты о комнатных растений и еще очень много видео мастер-класс выращиваем обычные необычные растения сада огорода и комнатные растения спасибо что вы были со мной подписывайтесь и украшайте свой мир цветами а